Я не волшебник, а только учусь. В магазине Hobby DNUA всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Hobby DNUA – это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Приветствую вас у себя на канале. Напоминаю, что сейчас происходит кросс-канальная стройка трамвая на моем канале и на канале моего хобби моделизм. Но единственное отступление, что я начал с фигурок, так как они будут у меня все внутри трамвая находиться. И поэтому, как бы, ну, можно даже так сказать, что это детали трамвая, поэтому начал я с них. И в этой части мы будем их красить. И начну я, наверное, с какого-нибудь, с какой-нибудь бабушки или дедушки, а не с наших членов экипажа. Наверное, даже, скорее всего, с Бабкиной, что может быть, даже с вот этой. Почему-то мне вот она больше нравится. Так, очень хорошо. Ну, ничего, я сделаю из нее человеком. Такая сидит, ручки сложила. Думаю, ее будет покрасить просто. Значит, красить я буду темперными красками. По сути, они мне очень нравятся. Ну и давайте начинать. Ну вот, ребята, я нанес первый слой телесной краски на руки, на лицо. Значит, вы можете не смотреть, как бы, оценивающие. Дело в том, что был у меня опыт не совсем удачный. Я пытался вот так вот сразу расписать лицо, сделать затенение, там, высветление, ну, как по правилам, да. Но хочу сказать, что у меня ничего не получилось. Все почему? Потому что темперная краска, есть такое у нее свойство, не свойство. Нужно нанести первый слой, дать ему просохнуть сутки, а потом уже вторым и последующими слоями уже действительно как бы расписывать. То есть, первый слой, он ни о чем не говорит, он служит как бы закрепляющим, что ли, или переходным между грунтом и темброй. Поэтому я сейчас всю эту фигурку, платье, там, да, ее шапочку, там, волосы, все покрашу, ну, приблизительно в те цвета, которые мне будут, в которые будет покрашена сама эта женщина, да. А вам покажу уже, наверное, ну, чтобы после каждого этапа как бы не показывать, время не затягивать, я полностью как бы нанесу первый слой и вам уже покажу результат. Итак, есть первый слой, базовый, можно сказать, нанесен на эту бабушку, теперь я оставлю на сутки, пускай она просыхает. Единственное, блин, досмотрел, вот смотрите, если вот так, как она по сути будет, то вроде все нормально в плане сборки, а все-таки со стороны задницы, если я подняю, да, то мы здесь видим все-таки щели, я не досмотрел. И как бы, может быть, и по большому счету-то и не особо видно, но все-таки я, наверное, дождусь, пока оно высохнет, еще загрунтую, не загрунтую, зашпаклюю, и потом заново перекрашу. Я думаю, это можно еще исправить, это еще не поздно. Вот. Вот, но теперь я таким же образом покрашу все остальные фигурки в базовый слой, потом вам все покажу. И уже, соответственно, потом буду по одной расписывать. Ну вот, друзья, я закончил самый простой, можно сказать, этап. Это я прогрунтовал фигурки именно уже темперной краской. Примерно прикинул, и можно видеть, в какие цвета оно будет покрашено, как это примерно будет все выглядеть. И сейчас уже буду мешать краску, красить поверх этого всего уже окончательным светом, присветляя, затеняя. Но буду стараться все делать по правилам росписи фигурок. Ну и, наверное, не знаю, буду показывать вам уже по одной фигурке, а то, как это будет все выглядеть. И потом уже все вместе в таком же составе, только уже полностью расписаны. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok За праздник! Смотреть противно! Ну вот, друзья, все персонажи в сборе. Вернее, как все персонажи, которые будут у нас находиться внутри трамвая. Так фигурки на дираме еще будут. По крайней мере, одна это точно. Ну, вы сами все видите. Кто-то получился лучше, кто-то получился хуже. Ну, я никогда не говорил, что мастер в росписи фигур. Но по большому счету, по большому счету, не самый уродский результат, который мог получиться. То есть, я думаю, что имеет право на жизнь. Значит, что можно сказать конкретно? Все фигурки расписывались... Расписывались... Раскрашивались темперой. Единственное, что идет аксельбант, или не знаю, как назвать, у вагонного-важатого и у кондукторши. Это акриловая краска хром. Ну, а все остальное, все остальное, абсолютно все, эта темпера вмешалась в каких-то пропорциях там разных. Еще из непонятности для меня, почему так получилось, я не знаю. Вот если обратить внимание на эту бабушку в черном и на штаны вагонного-важатого, они красились одной краской черной, да, потом усветлялись чуть светлее тоном. Но почему-то, почему-то бабушка получилась полностью матовая, а штаны у этого паренька, ну, здесь плохо видно, но они блестят. И я еще, как бы, сомневаюсь, возможно, мне придется их скрыть матовым лаком. Почему так получилось? Ну, мне тяжело, тяжело сказать, я не знаю. Давайте со спины посмотрим. Как-то так. Ну, их со спины-то особо видно не будет, все они будут сидеть. Хотя, может, и будут, ну, ладно, то такое. Значит, во время раскраски этих фигурок вот этот паренек почему-то мне был похож на актера Вячеслава Тихонова. Как-то так ничего-то оказалось. У него, кстати, еще здесь будет газетка, как вы понимаете. Специально не ставила и сейчас, потому что она, по сути, с собой закрывает больше половины всей фигурки. Вот этот мужичок. Почему-то, мне кажется, похож на Сталина. Сталина. Вот эта бабулька чем-то смахивает на английскую королеву. Ну, вот это вот, мне что-то так кажется, на Гурченко, когда она уже была, ну, так, в возрасте. Не хочет Гурченко сидеть. Значит, ну, этот паренек на Гитлера почему-то не так кажется до прихода к власти. Ты видел что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, а эти две фигурки, честно говоря, так ни на кого и не похожи. Просто такие вот женщины. Ну, лица, конечно, получились ужасные. Опять розыгрыш, шелунишка. Тут спорить не о чем. Мне часто присылают вконтакте коллеги всякие материалы, в том числе и пошаговая роспись лица. И я благодарен вам всем за это. И вот, как бы, смотришь на экране моего 27-дюймового монитора, как бы, там все понятно, все нормально. Раз мазнул, два мазнул. Там щеки, нос, глаза. Все хорошо, красиво получается. Смотришь в блин. Ну, просто нет вопросов. А потом, когда отводишь взгляд на фигурку, ты видишь, что буквально секунду назад это лицо было на мониторе размером с футбольный мяч, а сейчас у тебя в руках, ну, чуть больше спичечной головки это лицо. И ты тут такой в недоумении. Как, как можно было только что там на щеке 4 полосы провести, когда ты щеку не видно, глаза выкручиваешь на максимум, и тяжело что-то разобраться. Поэтому я, как бы, понимаю, что есть высоты, к которым нужно стремиться, но которые реально, наверное, достичь будет очень и очень тяжело и проблематично. Я вижу, как люди рисуют, да, результат расписывают. И понимаю, что от того, что делаю я сейчас, до того момента большая пропасть, и, может быть, с каждым разом и получается, как бы, на какую-то йоту лучше, но из-за этого большого такого расстояния, как бы, временного, это улучшение и не видно, да. Но я стараюсь, я стремлюсь, да, я руки не опускаю. Поэтому, друзья, повинную голову меч не сечет, в этом, ну, сильно табуретками не кидайтесь. Я, правда, пытаюсь, стараюсь, но получается, как получается. Вот. Ну, наверное, все, вы все увидели. Значит, в следующем ролике, в следующей серии, я сделаю небольшой обзор на трамвай и начнем собирать непосредственно сам трамвай. Пассажиры готовы, ждут своей участи. Все, на этом все. Кому понравилась вот эта вот выставка достижений, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем удачи и всем пока. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый. Субтитры подогнал «Симон»!